Ну скоро уже этот Ripple полетит или нет? Ну сколько можно мусолить, а? Всем профитер ребята, с вами Крилл Эванс и в этом ролике мы рассмотрим с вами самые актуальные новости по XRP от компании Ripple. Итак, поехали без задержечек, погнали. Дорога к искуплению. Coinbase по слухам делает бэкэндовую работу для повторного включения XRP. Итак, давайте с вами изучать. Есть некоторые разговоры о том, что криптовалютная биржа Coinbase со штаб-квартиры в Сан-Франциско вернет торговлю XRP на свою платформу. Однако с тех пор, как 2 апреля один из членов сообщества опубликовал твит о том, что крупнейшая американская биржа повторно несла XRP в список, пока не было положительного подтверждения по этому вопросу. Окей, это у нас слух, который утверждает, что Coinbase начал бэкэндовую работу для повторного включения XRP. Итак, мельница слухов начала бурлить, когда пользователь твиттер по имени KrishXRP, как-то очень странно, да? Такой ник, ну не очень фаната XRP, даже не заинтересованное лицо, намекнул, что Coinbase, возможно, готовится к релестингу боевого цифрового актива Ripple. Прилагая фото, которое можно увидеть ниже, KrishXRP отметил, что бэкэнд работа уже ведется. Давайте с вами посмотрим на данный твит. Данный твит выглядит вот так, это у нас API, как бы из Coinbase Pro, вот в котором есть всякие вот эти функции, которые нам могут что-то подсказать, что может быть они делают релиз XRP токена. Опять же, ребята, это может быть вброс, потому сильно не реагируете, но думаю, что это новость, сколько у него здесь подписчиков, 2000 читателей. Опять же, не очень важная новость, да, но все же, все же, чтобы вы были в курсе, опять же, вас держу в курсе. Поэтому поехали смотреть, что же у нас с XRP. Итак, ребята, технически очень круто выглядит, очень круто, все больше и больше поджимаемся с вами кверху, вот, да. И вообще его не отпускают, биткоин немного корректируется у нас, а Ripple прямо зажимает в диапазоне, прям хочет выйти выстрелить. Куда он может выстрелить, ребята? Думаю, что после такого большого накопления в этот раз он должен полететь прямо очень шикарно. Куда он смотрит, ребята, на 1.8-1.6 доллара, примерно вот сюда он смотрит. Думаю, что если мы все-таки пробьем данную зону и очень круто ее пролетим, то, ребята, вот такое движение я ожидаю, вот. Какое-то вот такое движение. Потом посмотрим, что будет дальше. Эту картинку оставляю для вас. Пишите свое мнение в комментариях, что же будет с токеном XRP. Сольют его или все-таки полетим с вами наверх? Погнали дальше. Что у нас еще по новостям? Итак, здесь очень интересная экранизация спроса и затягивание цены все выше и выше по биткоину. Это у нас описывал Филипп Грэндуэлл. Это у нас очень известный экономист и аналитик блокчейна. Итак, давайте почитаем. Анализ стоимости приобретения с течением времени демонстрирует, насколько радикально изменился рынок за последние несколько месяцев. Так что со стороны существующих покупателей, вероятно, будет большой спрос на поддержание высоких уровней цен. В принципе, с этим я абсолютно согласен, потому что биткоины и реплы и все криптовалюты абсолютно выводятся из бирж, да, и создается искусственный дефицит. Большие ребята, большие институциональные инвесторы просто загоняют людей в угол, давая вам маленькое предложение, и вы должны бороться по любой цене. Поэтому так сильно разгоняется цена. Едем с вами дальше. Еще один пост, где наш чейн-аналитик говорит о том, что данные, все, которые он собрал, свидетельствуют о сильной поддержке высоких цен. 3,1 миллиона биткоинов были приобретены по цене более 40 тысяч долларов и продолжают храниться. То есть, они хранятся на холодных кошельках и не вводятся в оборот. И 1,6 миллиона биткоинов было куплено по цене 50 тысяч долларов и выше. Вот, ребята, такие аналитические данные. Это, ребята, очень много, это очень высоко и это очень сильно. Поэтому я по быче настроен еще до сих пор. И едем с вами дальше. Что у нас еще? СЭК соглашается отредактировать два документа виски Ripple, но не финансовую информацию генерального директора Ripple. После встречи и совещания 1 апреля Ripple и СЭК договорились частично отредактировать некоторые обмены электронной почтой Ripple. Итак, Ripple достигла соглашения с СЭК по поводу опечатывания судебных документов. То есть, там были некоторые опечатки, некоторые корректировочки. Теперь они дошли к соглашению, что это все нужно менять. Но Ripple получил половину того, что он просил. Он может только частично отредактировать два письма, а не четыре, которые были предоставлены от СЭК. Итак, с этим все понятно. Вот виски, поданном против Ripple в декабре, утверждалось, что Ripple привлекла 1,3 миллиарда, продав XRP, в текущих незарегистрированных приложениях ценных бумагах. То есть, они считают, что эта продажа была незарегистрирована, потому это, по сути, они пытаются все равно доказать, что XRP это ценная бумага. Не знаю, чем это закончится, но нас очень сильно убеждают в том, что, скорее всего, XRP победит в данном противостоянии. Едем с вами дальше. Что у нас еще? 193 миллиона XRP переместились между Binance и топовыми криптобиржами. Whale Alert сообщила нам, что за последние 13 часов ошеломляющая сумма XRP на сумму 125 миллионов долларов была перемещена двумя крупными криптоплатформами. Это Binance и BitGo. Это эквивалент 193 миллионам XRP. Вот этот у нас скриншот в пару разных транзакций. Потому, ребята, давайте еще поизучаем. XRP поднимется до 30-дневного максимума, так как генеральный директор Ripple говорит, что его компания одержит верх на CEC. Итак, едем с вами дальше. Что у нас еще? Очень интересная такая статейка и такая сносочка. Ripple уверена в победе в судебном процессе. Токен потерпел массовый крах в конце декабря после того, как Ripple была передана в суд комиссии по ценным бумагам и биржам США. Владельцы утверждают, что жалоба принесла им миллиардный ущерб. Как сообщает YouToday, генеральный директор Ripple, бренд Голенхаус, выразил уверенность в том, что блокчейн-компания одержит победу в судебном процессе против агентства во время своего последнего интервью с Джулией Чаттерли из CNN. Ребята, не знаю, верить ему или нет, но оптимизм мне внушает. И опять же ситуация по технической части по поводу XRP. Давайте с вами дальше смотреть, что у нас есть еще для вас. Bitcoin Trust Grayscale торгуется со скидкой уже месяц подряд. Итак, это у нас дисконт к цене биткоина в течение 30 последних дней. Это, ребята, очень интересно. Итак, вкратце. Bitcoin Trust Grayscale теперь торгуется со скидкой к чистой стоимости активов в течение 30 дней. В отсутствии американского ETF доверие Grayscale остается единственной ближайшей альтернативой для людей, которые хотят участвовать в торгах с биткоином на фондовом рынке. Вот и все. Около 80% инвестиций в Trust, которые сейчас управляет Grayscale, 38,5 миллиардов долларов, приходится на институциональных инвесторов, сообщил Grayscale в конце третьего квартала прошлого года. Это, ребята, очень огромная сумма. Дисконтированные акции Trust предполагают, что институциональные инвесторы спешат продать акции Trust, возможно, предпочитая инвестировать свой биткоин в транспортные средства, которые снижают 2% плату за управление Grayscale и избегают его жестокого графика выкупа. Вот такие, ребята, дела. 38 миллиардов долларов находятся в инвестициях от институциональных инвесторов. Большие игроки у нас на рынке Grayscale, конечно же, выкупают как сумасшедший и биткоин, и эфир, и эфирум классик, и XLM, и Stellar, что угодно, они выкупают, да, и ZEN также. Еще очень много NFT проектов выкупает. Думаю, что, ребята, еще это не конец, и это только начало. Но Grayscale компания очень серьезная, потому стоит задуматься. Опять же, дальше, ребята. 800 миллионов долларов в эфириум только что покинули криптовалютную биржу в, вероятно, массовом институциональном накоплении, сообщает нам аналитик. Генеральный директор криптоквант Ки Янг Джу сообщает, что на прошлой неделе с криптовалютной биржи Coinbase было выведено почти миллиард долларов в эфире. Такие, ребята, дела. В новом твите глава Blockchain Data Provider предполагает, что 400 тысяч эфира стоимостью 800 миллионов долларов, выходящих из американских криптовалютных бирж, могли быть подпитаны институциональным спросом на вторую по величине криптовалюту по рыночной капитализации. Вот такие, ребята, дела. Огромные цифры, спекулятивные цифры, да, огромные инвесторы заходят в эфир. Опять же, выкупают, потому мы с вами видим такую цену по эфиру. Давайте с вами еще раз посмотрим на эфир. Это, ребята, All Time High. Шикарные цифры. 2 тысячи почти 200 долларов было уже сегодня. Давайте с вами посмотрим. Это была цифра примерно 2140 долларов. Потому, ребята, давим дальше. А вот, ребята, вам плохие новости. Полмиллиарда человек только что получили утечку своих данных в Facebook. Итак, утечка информации включает в себя номера телефонов, идентификатор Facebook, полное имя, местоположение, прошлое местоположение. Дату рождения, адрес электронной почты, статус отношений и биографию. По словам аналитика по безопасности, у нас была утечка на полмиллиарда пользователей Facebook. И это была спланированная хак-хакерская такая атака. И слив данных на форуме уже потенциальный риск был реализован. У нас есть скриншоты и все абсолютно подтверждения. Опять же, ребята, давайте посмотрим, как отзываются другие компании о безопасности Facebook. Не позволяйте Facebook спрятать это под ковер. Facebook недавно удвоил целевую рекламу и извлекал выгоду из пользовательских данных. Между тем, они еще раз доказывают, что им нельзя доверять защиту консвенциальности пользователей. Еще одно подтверждение, что, в принципе, этот взлом, он как-то подкреплен всеми этими манипуляциями со стороны Facebook. Очень нехорошая ситуация. Давайте посмотрим с вами на акции Facebook. Они пампятся вверх, ребята, и сейчас рынок у нас не торгуется, потому что у нас воскресенье. Ребята, есть большая вероятность, что мы на фоне данных новостей сегодня-завтра. Завтра уже будет понедельник, потому что сейчас 4 утра, и мы, ребята, можем уйти по Facebook в очень сильное падение на фоне этого взлома. Посмотрим, как будут выглядеть акции Facebook уже в понедельник. Будет ли это гэп вниз? Опять же, что вполне вероятно. Вот такой вот разрыв вполне может быть здесь. Посмотрим, как отреагирует рынок на новостях. Дальше, ребята, что у нас еще? Грядут новые правила биткоина, предупреждает экс-председатель SEC. Хотя биткоин не считается ценной бумагой, это не значит, что он не должен регулироваться, предполагает Джей Клейтон. Итак, бывший председатель комиссии по ценным бумагам и биржам США Джей Клейтон предположил, что биткоин и другие криптовалюты определенно будут более регулируемы в будущем. Я ожидаю, что регулирование придет в эту область как прямо, так и косвенно, сказал он вчера в интервью CNBC. Ребята, это вполне должно прийти, потому что у нас очень много компаний, очень много компаний уже в биткоине. Это примерно 15-20 крупнейших компаний в мире. Но, ребята, еще очень много компаний, их тысячи, которые не могут войти на рынок криптовалют, потому что у нас он нерегулируемый. И они очень сильно боятся, и биткоин все-таки имеет риски, да, потому рынок должен быть регулируемый, и тогда у нас придут еще больше инвесторов на этот рынок. Поэтому не бойтесь, регуляция это тоже хорошо. Децентрализация это, понятное дело, все этого хотят, но вы должны понимать, что если будет тотальная децентрализация, то мошенники тоже смогут вас обманывать, и вы не сможете ничего доказать. А регуляция позволит сделать так, чтобы на рынке было меньше манипулятивных движений, меньше манипуляций рынком большими игроками. Потому что вот придет грейскейл и будет манипулировать как хочет, да, без отчетностей в СЭК. Просто без, если не было бы СЭК, да, не было бы регулятора, просто приходит большой игрок и кэшом давит рынок туда, куда ему хочется, и все. И все теряют свои деньги, а он зарабатывает. Такие дела. Дальше. Продолжаем фаниться, да. Очень много звезд делают лазерей until 100к, ожидают, форсят биткоин к 100 тысячам. Посмотрим, к чему это приведет дальше. Что у нас еще в Твиттере? Питер Шиф пишет вот такие интересные строчки, которые я вам хочу зачитать. Очень умный человек, да. Он такой, как это сказать, топовый экономист. Он биткоин-скептик, да. Но давайте поизучаем, что он пишет в своем Твиттере. Экономика Америки насколько слаба? Настолько слаба, что почти все продукты, которые мы потребляем, должны импортироваться из более сильных экономик, способных производить. Только падение доллара положит конец этому глобальному шопингу. Такие ребята дела. Потому будем ждать, что будет дальше. Дальше еще один очень интересный Твиттер от пользователя в Facebook. Пожалуйста, пожалуйста, кто-нибудь скажите, какого хрена вы купили виртуальную землю? Это все по поводу NFT рынков. Да, у нас вот есть Decentraland, есть куча других NFT проектов, и все люди скупают виртуальную недвижку. И отвечает он же себе, по сути, да, что забавно то, что я знаю, что такое мышление на протяжении всей истории всегда оказывалось ограниченным и слишком ранним. Через 20 лет, когда все перейдут на виртуальную реальность, я буду единственным засранцем без хорошего участка земли. Мои лошади будут в ярости. Ребята, скорее всего, так и будет. Мы в скором времени. Game industry растет с сумасшедшими параметрами. Думаю, что мы с вами, даже я, да, я все-таки как бы иду в ногу со временем. Но я думаю, что только наши дети смогут нам показать истинный смысл этих NFT проектов, истинный смысл всего этого виртуального мира и диджитала. Мы думаем, что мы сейчас в диджитале, но это еще не диджитал. Думаю, что мы будем с вами такими старыми, такими хрычами, которые сидят и говорят, что ой, это все скам, эти все ваши очки, ходите, там, махаете руками по улицам, а это все виртуальный мир. Вполне, ребята, мы идем именно в эру цифровых технологий, и это все уже очень близко. Мы уже проводим время за компьютером намного больше, чем с людьми. Вот такие, ребята, дела. И еще не едем с вами дальше. Я не думаю, что вы могли бы быть более оптимистичным в XRP, чем я. Король здесь. Это у нас аккаунт в Твиттере DIU Investing. У данного аккаунта в Твиттере имеется огромная база читателей. Это такой криптоинвестор, да, и он учит, как инвестировать правильно в биткоин и иметь финансовую грамотность. Этот, я не знаю, что это за проект, это, скорее всего, не русскоязычный проект, само собой, да, но мы, вижу, что он учитаемых в XRP от Torny Seal, вижу, да. Это очень известный человек и тоже фанат XRP. Вот такие, ребята, дела. И давайте посмотрим на сам график. Очень, очень по-бычьи выглядит. Он смотрит на 1,6, на 1,8. В принципе, как и я, да, по риплу. Потому вполне, вполне. Рипл у нас сохраняет позитивную динамику. Вот, ничего страшного, все хорошо. Вот, пользователи бунтуют, пользователи хэштегуют у нас в Твиттере Realist XRP, Lazeray until 100k по биткоину. Будем с вами ждать, что же будет с риплом и с биткоином дальше. Опять же, биткоин у нас, ребята, сохраняет тоже позитивную динамику пока. Давайте посмотрим в конце этого ролика и будем с вами прощаться. Вижу, да, вот зону поддержки. Он может очень быстро от нее уйти. И пока мы сохраняем эту позитивную динамику, ничего, в принципе, сказать не могу. Это все, ну, для детского садика. Потому, пока мы не ушли ниже вот этих зон, для меня все хорошо. Ребята, мы, опять же, растем с вами. Очень крутые, мотивирующие комментарии. Кирилл, где-то можно найти акции твоего канала и их купить. Или есть уже EvansCoin. Я, ребята, бы с радостью, вот, очень большое вам спасибо за такие теплые, такие ламповые комментарии. Я очень люблю это все читать и отмечать для себя. Опять же, пишите комментарии, пишите что-то полезное. Да, не только, Кирилл, посмотри монетку. Мне очень интересно читать ваши мысли тоже по поводу всех моих роликов и моего контента и моей аналитики. Вам всем огромное спасибо за поддержку. Мы все с вами очень быстро растем. У нас уже почти 80 тысяч подписчиков на канале. К соточке, думаю, прилетим быстрее, чем биткоин, 100%. Да, и присоединяйтесь к нам в нашей криптокомьюнити. По ссылкам в описании и только по ссылкам в описании. Опять же, не ведитесь на мошенников, потому что мошенников очень много. Мы здесь обучаемся одним сплоченным коллективом, как работать в тематике криптовалют и как работать с теханализом в целом. Поэтому, пожалуйста, ждем вас в нашем криптокомьюнити. Опять же, покупайте кошельки Трезер через наше сообщество. И возвращайте 15% от стоимости в резерв комьюнити для розыгрышей и для поддержания на развитие комьюнити. Опять же, эти деньги, вырученные с продаж, я использую для розыгрышей между участниками нашего YouTube канала, между подписчиками, которые не могут себе позволить купить данный кошелек. Такие, ребята, дела. Это холодный кошелек от компании Трезер. Официально здесь все. Буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем огромное спасибо за поддержку. Вас всех люблю. Всех обнял, приподнял, поставил. Рипл полетел. Биткоин полетел. Все полетели на позитиве в бычьем рынке. Двигаемся с вами дальше. Опять же, не с хомячими глазами, а с думанием и слежением за рынком. Не тотальным, да? А приходим, каждый день чекаем, каждый день работаем с графиками, обучаемся, смотрим на капитализацию, на динамику роста цены или на динамику падения. Опять же, не нужно пугаться каждой вот такой красной свечки. Такие, ребята, дела. Всем еще раз огромного профита. Всем удачи. Всем огромных, огромных, больших прибыли на данном бычьем рынке. Всем еще раз профита. Всем пока.